В какой бы форме не поступило бы обращение, специалисты налоговой системы рассматривают их лишь в пределах своей компетенции, которая определена налоговым кодексом Беларуси. То есть в налоговую нужно обращаться с вопросами, касающимися налогов. И опять же, форма обращения должна соответствовать определенному стандарту, то есть не на деревню дедушки, а от непонятно кого. Письменные обращения юридических лиц должны содержать в обязательном порядке. Наименование и адрес организации, в которую направляется обращение, полное наименование и адрес юридического лица, изложение сути обращения, фамилию, имя, отчество руководителя организации, личную подпись руководителя организации, заверенную печатью юридического лица. Разъяснение по вопросам применения актов налогового законодательства имеет для плательщиков информационно-разъяснительный характер. Соответственно, применение их носит рекомендательный характер. Специалистами налоговой системы письменные разъяснения, как правило, даются непосредственно плательщика и касаются лишь рассматриваемой ситуации. Например, если индивидуальный предприниматель или юридическое лицо совершает определенные налогово-значимые действия в связи с данными ему письменными разъяснениями, то это не исключает обязанность доплатить налог. Поскольку это является его конституционным долгом и подлежит исполнению даже в случае образования неуплаты в результате невинных действий плательщика, однако, в данном случае не начисляется пеня на суммы налогов. Это касается, опять же, и юридических лиц, и индивидуальных предпринимателей. Кстати, предприниматель также должен учитывать форму письменного обращения. Оно должно содержать наименование и адрес организации, в которую направляется обращение, фамилию, имя, отчество гражданина и место его проживания, изложение сути обращения и личную подпись гражданина. Если ваше обращение не будет соответствовать вышеназванным стандартам, оно может быть оставлено специалистами налоговых органов без рассмотрения.